Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в студии народный депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Лена Христофоровна Галамарева. Добрый день, Лена Христофоровна. Добрый день. 2019 год был для нас очень интересным годом, информационно насыщенным, полным добрых дел, полным, может быть, и споров, и разногласий. Но в то же время он закончился на позитиве, на 30-летие нашей любимой организации, Общественной Ассоциации Коренных Малочисленных Народов Севера. Каким вам запомнился этот год? Какие самые лучшие моменты, победы вы хотели бы отметить? Действительно, история данной общественной организации очень глубокая, обширная. И за эти 30 лет Ассоциация добилась больших, можно, сдвигов по всем вопросам, которые еще ставились в 90-е годы. Благодаря нашему руководителю, лидеру коренных малочисленных народов Андрею Васильевичу Кривошавкину выросла целая плеяда, можно сказать, лидеров, политиков, руководителей разного уровня коренных малочисленных народов. И если смотреть историю именно с позиции законодательных вопросов, продвижения законодательных инициатив, то мы видим, в течение вот этих 30 лет принято на уровне нашей республики при поддержке первых руководителей республики Вячеслава Анатольевича Штурова, первого президента Михаила Ефимовича Николаева, Егора Анатольевича Борисова, Асена Сергеевича Николаева. Вот за эти годы более 23 законов, которые имеют, можно сказать, такой смысл именно сохранения коренных малочисленных народов, уклада жизни, традиционного ведения хозяйствования, то, что является незыблемой защитой, которая прописана в трех статьях Конституции Российской Федерации основного закона нашей страны. Благодаря этим статьям у нас появились федеральные законы. Это защита родовых общин, защита территорий традиционного ведения пользования. Ну и это основной, мы говорим, как малая Конституция коренных малочисленных народов. Это закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. У нас в республике до 2014 года выдавали вкладыши. Люди до сих пор спрашивают в паспортном столе вкладыши, где можно было свое национальное самоопределение выразить, там, ТВН, ЭВНК или Кагир, Чукция. Но после 2014 года этих вкладышей нету. И взамен какие-то справки просят люди, ходят. Потому что при поступлении на учебу учитывается представитель КМНС или, допустим, член общины родовой. Какие-то льготы на лекарства, может быть, на местах компактного проживания есть. А реестр, это, я так понимаю, рабочие названия. Это рабочий учет коренных малочисленных народов, так считается. А он по структуре, этот учет, как будет вестись и как он будет выглядеть? Кто туда попадает, Елена Христофоровна? Потому что споры идут. Я помню, вы несколько раз выезжали в Москву, чтобы как-то защитить наши права, чтобы этот реестр не прошел в том виде, в котором предлагали нам федеральные власти. Ну, первый проект Федерального агентства по делам национальности учитывал только людей, которые ведут традиционный образ жизни. Значит, в этот учет коренных малочисленных народов должны были попасть только охотники, оленеводы и рыбаки. И если так считать, ну, этот документ, этот закон не решал те задачи, которые поставил перед этим уполномоченным органом федерального уровня президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы настаивали на том, чтобы в этот список попали все коренные малочисленные народы, которые желают попасть. И это дало бы возможность при составлении федеральных программ учета количества, например, детей, если это касается детей программа, если это касается студентов, да, или инвалидов там, или, ну, детей, которые нуждаются в помощи особом. В основном-то мы просим у федеральных властей программ федеральных именно касаемо детей и молодежи. Важность того, что что-то должно закрепить это право, быть тем, у кого, представляем мы, это никогда не исчезало. Поэтому мы, именно парламент и правительство республики активно работали. В итоге, в прошлом году, в 2019 году, к тому законопроекту, который был выдвинут федеральным агентством по делам национальности, было добавлено одно слово. Ну, конечно, согласие инисиаторов именно федерального агентства, статс-секретаря Анны Котовой, добавили одно слово. Занимающиеся традиционными и не занимающиеся. Значит, со словом, не занимающиеся, что стоит? Стоит то, что все, которые не занимаются, и при изъявлении желания можем попасть в этот список. Ну, это, можно сказать, большой прорыв, за одним словом, именно наших лидеров, юристов, которые стояли за то, чтобы этот закон был очень таким близким для всех коренных малочисленных народов. Поэтому мы сейчас ждем, ну, такого положения. После принятия закона любого принимается положение. Положение или порядок федерального уровня мы ждем. Поэтому, ну, это есть та работа, которую можно считать. Это огромная работа, да. Потому что, если бы не прошло это одно слово, если бы не прошло это слово, то за бортом этого закона остались бы почти все и жены, и дети, и старики, которые живут в деревнях, в селах, в городах, и при этом не имеют возможности ни кочевать, ни быть со своими. Ну, и сейчас Федеральным агентством по делам национальности поддержана программа, выдвинутая парламентом нашей республики, Дети Арктики. Над этим проектом работал весь парламент во главе Петра Васильевича Гоголева, Федосия Васильевна Габышева. Поэтому этот проект как раз-то и привязан к списку, реестру коренных малочисленных народов. Сколько детей там, сколько молодежи. То, что касается программы оздоровления детей, выезда на лечение, на отдых. А если этот закон о детях Арктики будет принят и заработает, не получится ли так, что будут в списке, в реестре учитываться только дети, которые живут в арктических районах? А те дети, которые в Аймеконе, допустим, Кобяйском, Семен-Кюле, Тополиной тоже, которые не входят в перечень арктических районов, они не могут воспользоваться или все-таки будут входить? Ну, Министерство образования Республики будет регулировать эти вопросы. И когда появится программа, конечно же, места компактного проживания все будут охвачены. Лена Христофоровна, есть закон о кочевой родовой общении, есть закон о кочевой семье, есть закон о кочевой школе, детских садах. И сегодня все после Нового года заговорили о программе, может быть, пилотной программе, о молодом оленеводе. Как земский доктор, земский врач, молодой оленевод. Ну, это, как бы я понимаю, пилотный проект, программа. Но очень хотелось бы, чтобы и закон о молодом оленеводе тоже появился. Вы же над этим тоже работаете, да? Ну, над этим пока не думали, но то, что вот именно правительство обратило внимание, лице Министерства Арктики и делам народов Севера, вообще денежные вопросы финансовые, да, такого, ну, с объемом большим, идут положительно, решаются только, если есть поддержка первых лиц. И благодаря Асену Сергеевичу, он Север знает и понимает, и Солодову Вадиму Викторовичу, вот такая программа появилась. Ну, сейчас скромная цифра, 10 миллионов стоит. Мы думаем, мы думаем, это начало. И сейчас, учитывая то, что необходимы молодые силы оленеводству, те кадры, которые работали в 70-х годах, они уже уходят на пенсию, и смена нужна. И вот как раз вот этот шаг, возможно, даст какие-то плоды. И мы надеемся, к осени, ну, даже если поддержат тех ребят, которые работают сегодня, да, это было бы хорошо, потому что без поддержки в таком плане приобретения жилья, о строительстве жилья, конечно, им сложно. Сложно, потому что мы еще просим строительство индивидуальных жилых домов, как в 90-е годы, то, что было начато первым президентом Михаилом Ефимовичем. Ну, над этим вопросом мы работаем. Ой, хорошо было бы, чтобы молодых оленеводов поддержали, тогда и интерес к работе появился бы, да? И, Леда Христофоровна, я знаю, что вы осенью работали экспертом в экспертном совете ООН, это в Нью-Йорке. Как прошло мероприятие? Это было неожиданно, приглашение получить экспертный, вот это, ну, как говорят, не всех же экспертами зовут, тем более в такую организацию. Первое, то, что я заметила, это то, что законы наши именно решают проблемы людей, проблемы, которые, ну, ежедневно. Если ни одного выступления я не услышала о том, что есть поддержка, например, вот, людей, ведущих традиционную, ну, племенами живут там, племенами, родовые там, эти какие-то кланы и так далее. Вот эта схема в разных странах разная. То, что у нас в России, то, что у нас три федеральных закона решают как раз вопросы земельных отношений, это традиционная территория, традиционное предопользование, хозяйствование, это родовые общины, да, и основной закон о гарантиях прав. Какие права, вот, если у коренных малочисленных, то в других странах вот такого четкого, четкого ограничения в виде законов нету, нету вообще. И, конечно, очень печально было слушать о том, что есть дети голодают, что есть народы, которые на грани исчезновения, женщин вообще за людей не считают. Ну, каждое выступление, это была боль и призыв к помощи, чтобы обратили внимание на их проблемы. Все вызывали, чтобы, ну, помощь была оказана со стороны объединенных наций, да. Я как представитель Российской Федерации, ну, говорила о тех мерах, которые есть у нас, это вот эти же законы, и как они влияют на нашу жизнь. Про кочевую семью, про кочевую школу, ну, это для них как небо там где-то. Непонятно, что оказывается, государство может оказывать и в такие моменты финансовую какую-то поддержку. А территория традиционного предопользования – это самый гуманный закон для нас на самом-то деле, и поэтому этот статус мы должны стараться беречь и всегда самим быть активными в освоении территории традиционного предопользования. Много хозяйств должно быть. Но, тем не менее, сегодня жизнь диктует свои какие-то новые правила. Промышленность развивается семимильными шагами, огромными. Мы, допустим, оленеводы, не можем за ними угнаться. Они уже захватывают все новые и новые земли. И в этом случае закон об этнологической экспертизе, он должен быть счетом и защитой от посягательств промышленных крупных компаний. Кроме крупных, еще есть мелкие, которые тоже могут навредить территорию. Ну, сегодня в нашей республике, можно сказать, очень интенсивно развивается промышленность, как вы сказали, и крупная, и средняя, и мелкая. И в каких территориях муниципальных образований, сколько недропользователей работает, мы даже главы районов не могут говорить об этом. Вот как раз на той неделе у нас в Мирницком районе было заседание по вопросам коренных малосчисленных народов в Мирницком районе. И вот этот вопрос был затронут. Вот глава Мсюбдюгара, например, не знает, какие недропользователи работают на этих территориях. Ну, с министром промышленности нашей республики Максимом Викторовичем мы нашли общий язык. Вот в эти дни министерство будет делать карту. В муниципальных образованиях сколько недропользователей, мы уже будем знать, где, что, когда и как должны действовать муниципальные образования в отношении того, что должны быть проведены сходы населения, должны быть закручены договора, долгосрочные, ну и родовые общины должны тоже принимать самое активное участие. Ни один недропользователь, к которому мы обращались, не отказывали по этому вопросу. Ну и наше правительство, республики Саха-Якутия, активно поддерживает данные направления работы. И в Министерстве развития Арктики, делам народов севера, республики Саха-Якутия, работает отдельный отдел, который занимается вопросами этнологической экспертизы. И в эти дни мы будем праздновать десятилетний юбилей. Ну, это, можно сказать, даже не праздник, а мы хотим акцентировать внимание общественности, как это важно, быть активным самим. И дальше работать над тем, как взаимодействие с недропользователями развивать эти территории. Конечно, недра надо использовать. Это для всей России как бы нужная вещь, но при этом мы должны все-таки иметь в виду людей, которые живут на этих землях, пользуются ими. Лена Христофоровна, вы очень активный депутат, вы все время в разъездах. На скидку, вот в прошлом году, в 2019, сколько у вас поездок было? Ну, в основном, такие поездки нужны. При встречах с населением мы выявляем проблемы, которые есть на местах. Мне, например, сейчас на душе, можно сказать, спокойно, что в Шиганском районе люди могут нормально рыбачить. Были проблемы, мы как-то это отрегулировали. Несколько министерств задействованы в этом. Потом в вопросах охоты на территориях традиционного предопользования и охранной зоны, там тоже были какие-то вопросы. Я сегодня вижу, как взаимодействие работают в Ленских столбах и родовые общины, и администрации. Даже вот родовые общины являются работниками охранной зоны. Это регулирование вопросов именно со стороны правительства. Они делают свою работу, и сейчас оплату получают поддержку. Да, и работа идет очень такая активная. Были проблемные вопросы, не понимали друг друга. Сели за стол, все решили. Поэтому любой проблемный вопрос требует тщательной отработки на уровне всех властей, начиная с наслежного, районного, республиканских властей. И тогда вот создается вот такая аура, аура цвета и добра. И на этих территориях уже можно видеть развитие. А когда есть несогласие, там, конечно... Вплоть до разрухи. И в этом году основные вопросы, которыми будет заниматься комитет, и вы лично как депутат и член общественной организации КМНС Республики Саха-Якутия. Ну вот в апреле, 9 апреля мы ждем приезд со всей страны, со всех концов нашей страны людей, которые занимаются вопросами коренных малочисленных народов, лидеров. И агентство по рыболовству с правительством нашей республики. Асен Сергеевич, глава нашей республики, даст согласие для проведения вот этого большого совещания. Проблемы традиционного рыболовства, пути их решения. Вот такое будет заседание мыши. И в это же время мы проведем десятилетие научно-практическую конференцию, десятилетие законы этнологической экспертизы в Республике Саха-Якутия. Это важно, потому что на уровне Российской Федерации сегодня разрабатывается проект вот по этой теме, по этнологической экспертизе. Хотелось бы, чтобы наш опыт был принят на уровне Российской Федерации. А в других регионах подобные законы работают? Нет, это только в нашей республике. И мы говорим, ну это простое, если простыми словами, если так говорить, это изъятие территорий, площади какой-то, площади для предприятия, недропользователей. И недропользователи должны все сделать возможное после того, после изъятия территории, этим людям, которые ведут традиционный образ жизни, продолжить образ свой, вот, жизни, да? Да, в соседские отношения, чтобы были все-таки. И чтобы помогали. Если сто оленей было, должны все стараться, чтобы их было оленей 300. А эти территории, это территории для будущих поколений. Задача такая, что необходимо, чтобы все это понимали люди. А есть вопросы, зачем такие территории создавать, зачем такой статус. Это мешает недропользователям, некоторые говорят. Наоборот, вот, кто работает на наших территориях, что потом будет через 5-10 лет. Вот это должно заинтересовать жителей, которые живут на этих территориях. Вот к этому-то нацелен закон, который сегодня принят, действует в нашей республике уже 10 лет. Спасибо, Елена Христофоровна. Я думаю, что мы с вами еще встретимся в эфире не раз. И вы нам будете рассказывать о том, какая проводится работа комитетом, какая работа проводится вами как депутатами, и что нам ждать от жизни. До свидания. До свидания. До свидания.